Всем привет! В эфире телегид, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Ну что ж, в ближайшие дни встречаем разносторонние премьеры телесериалов. Что когда посмотреть, сейчас расскажу я, Анна Троян. Какой он бальзаковский возраст и почему все мужики СВО? Милые дамы, те, кто еще не в курсе или просто хотят закрепить знания, у меня для вас отличная новость. Жизнеутверждающая комедия стартует на ЛРТ. Жили-были четыре прекрасные тети. Им немного за 30. Они такие разные и так желающие любви. Ну а где поиски, там и ошибки, и те самые мужики, которые порой ведут себя как настоящие СВО. Сочетание иронии и мелодрамы, узнаваемых ситуаций нелегкой амурной жизни, придают сериалу пикантный вкус. Попробуем его по будням в 14.00 и в 20.45. У Юли, между прочим, высшее образование. Да. И уж если на чистоту, у вас на телевидении все непрофессиональные. Ваш Познер инженер. Ну, во-первых, не Познер, а Якубович. Какая разница? Во-вторых, Аллочка. Если бы я даже захотел, я бы не смог ее... У меня элементарно нет вакансий. Неужели я ради нее буду создавать рабочие места? Вторая премьера. Менее забавная, зато более захватывающая. Чужая жизнь – история о нелегкой доле девушки, у которой наступила черная полоса. Успеху Зои Калашниковой можно было только позавидовать. Красавица всего за несколько лет покорила столицу. Но счастье продлилось недолго. Сначала трагически погибает друг детства. Затем партнер по бизнесу и любимый подло бросается огромными долгами. Теперь героине придется лишиться всего и вернуться в родную деревушку. Как закрутится жизнь Зои, увидим в четверг и пятницу в 8.30 утра и в 17.30, а потом по будням. Зоя! Что тебе надо? Подарок привез. Подожди, это для... Спасибо. В магазине сказали для самых маленьких, даже не знаю, что это такое. Ай, Володь, уезжай, пожалуйста, не до тебя мне сейчас. Все, Антона не можешь меня простить. А ты сам себе простить можешь? Ну, я же ее не сажал. Ах, так. Ну, иезжай ты к своей жене. Все, уйди, оставь меня в покое. Зоя, я тебя люблю. Уезжай, я тебе говорю, уезжай. А завершим трудовые будни вместе с Мэтью МакКонахи и криминальной драмой «Линкольн для адвоката». Карьера Майкла складывается довольно удачно. Одно успешное дело за другим. Его главный принцип – невиновный должен быть оправдан. Однажды герою предстоит иметь дело с богатым парнем, который, замешан в жестоком убийстве, за которое не был осужден. Защищать настоящего преступника претит принципом Майкла, но семья богача не оставляет ему выбора. Как выкрутится из этой истории парень, увидев в пятницу в 21.45. В ту ночь, 6 марта, Луис Руле охотился за своей жертвой. Жертва сама расскажет вам о своем образе жизни, который мы порицаем. Но помните, что любой, любой из нас может стать жертвой преступления. В этом деле все ясно. Все очевидно. Возможно, неделя была трудная и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. Выходные. Наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. Звание «Мамочка-Люберчаночка-2018» получает Ксения Букас! Ура! Не оглядывайся! С психологическим триллером под таким названием нам предстоит провести субботний вечер. Мать двоих детей Жанна начинает замечать изменения в своем теле. И кажется, никто вокруг этого не замечает. Семья списывает ее страхи на стресс, связанный с выходом новой книги. Но наша героиня понимает, что это нечто серьезное. Раскроет ли женщина секрет своей истинной сущности? Узнаем 17 марта в 20.30. Что у нас 20-го? Кому это ты сигналишь? Там кто-то есть напротив? Ты что, с ума сошла? Ну да, сошла. Вот именно. Да переставьте его, наконец, этот сто! Успокойся, Жанна! Нет! Горячо! Я не хотела, это случайно, извини. А в воскресенье, мои друзья, нам предстоит провести в романтической обстановке. Вас ждет увлекательное знакомство с Джеком и Джилл. Она – очаровательная француженка, а он – молодой американец, который только что расстался с девушкой. В одиночестве парень прилетает в столицу Франции. Наша героиня случайно подбирает его чемодан и моментально влюбляется в содержимое багажа. И ведь, кажется, хозяин его мечта. Что почувствует девушка при встрече с Джеком, узнаем 18 марта в 14.45. Простите, я не разберу ваш почерк. Что здесь написано? Эээ, маленький красный чемодан. Лучше бы взяли его в ручную кладь. Да-да, я знаю, но я всегда боюсь, что дверца над головой откроется, и он свалится сверху и угробит меня. Вы, правда, этого боитесь? Это же очень опасно. А я не ем в столовых. Боитесь, что в супе тараканы? Нет. Толченое стекло. На этом наш выпуск подошел к концу. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. Там много интересного. А еще подписывайтесь на ЛРТ в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. Я, Анна Троян, говорю пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин